ciao signori trattori это я вам сказал по итальянски здравствуйте господа трактористы ну и соответственно сегодняшний обзор будет посвящен итальянским мини тракторам это гальдони он же pasquale 718 ну и тем кто подписан на мой канал уже известный трактор pasquale 906 604 pasquale конечно постарше будет и пореже скажем так на мой взгляд вот насколько я знаю он в россии один по крайней мере больше я таких не видел гальдони он же кутаиси они как бы более распространены почаще встречаются но не так конечно распространены как чешские или кмз или японские мини трактора но достаточно часто встречаются потому что в россии у нас осуществлялась отверточная сборка но как в россии в советском союзе это грузии в городе кутаиси и насколько я знаю в самаре самара выпускала под маркой гальдони кутаиси соответственно под маркой кутаиси но советского в этом тракторе практически нет если только может быть проводка вот все остальное это просто сборка готовых агрегатов привезенных с италии насколько я об этом знаю вот трактора итальянские я считаю не заслуженно недооценены у нас россии может быть из-за того что их мало может быть по каким-то другим причинам вот бояться может быть отсутствие поставок запчастей хотя и из европы можно привозить запчасти много обходных путей сегодняшним санкциям и ну и есть у нас умение есть цеха небольшие где любую шестерню в принципе за недорого я думаю можно будет изготовить поэтому это не проблема я считаю на того же чеха или на кмз тоже половина запчастей уже изготавливается здесь кустарно и также трудно добываются из европы ну поэтому в общем это не причина я считаю что забывать этот трактор вот а по техническим данным по техническим характеристикам я считаю что трактор очень и очень достойный но по большей части буду рассказывать про кутаиси он же гальдоне ну и в качестве сравнительного анализа скажем так чтобы было более понятно буду касаться чуть паскуали в общем то что мы имеем имеем мы переломку переломку очень интересную интересную опять же двумя валами в отличие от того же чеха отдельный вал идет на мост который вращается постоянно то есть когда крутится передний мост вращается задний мост через свой кардан и второй кардан идет на вал отбор мощности это огромный плюс итальянских тракторов что они эти привода разделили в отличие от чехов что мне еще нравится у него ближе стоят колеса перед и зад на маневренности это практически никак не влияет потому что в принципе он складывается вот на ровно настолько насколько это комфортно то есть если больше будет складываться это будет совсем не удобно неприятно и некомфортно вот здесь он достаточно хорошо складывается достаточно маневренный по мере мне показалось что он маневренее чех возможно из-за того что колеса ближе друг другу то есть радиус разворота у него меньше вот по поводу удобства сидения мне показалось все очень удобно и удобнее чем в чехе во первых садишься не не залазишь никуда просто вот жопу пристроил и и сел педали все под ногами достаточно большая площадка опора ног ну и руль который несмотря на то что закреплен на передней полураме то есть как бы он должен при повороте руля он должен куда-то уезжать как у белорусика допустим но он никуда не уезжает почему-то он вот все равно удобно все равно он он здесь не знаю за счет чего этого добились но вот я вращаю он все равно передо мной смещается но очень на маленькое расстояние ну и все остальные рычаги в принципе на месте достаточно удобно здесь гидравлика включение в ома вот этот я еще не понял зачем но потом выясним в процессе эксплуатации это реверс пониженная повышенная он там зайчики черепашки нарисованы вот и здесь три передачи то есть три пониженных три повышенных переключается все достаточно просто но естественно синхронизаторов нет поэтому иногда приходится двойной выжим сцепление делать но в общем то переключается легко и непринужденно он там торчит ручник ручник на передние тормоза идет ножной тормоз на задние тормоза здесь ручка газа и вот эти рычажки тоже пока не понял один из них блокировка какой именно точно не знаю 2 возможно тоже блокировка заднего моста ну скорее всего может быть отключение заднего моста то есть не буду врать пока только предположение ну и простенькая панель приборов давление масла тахометр основные лампочки скажем так три тумблера ну и тут пуск и сигнал так вылазим за него так по колесам штатные колеса у него шли завода даже не елочки ну размеру такой пять с половиной на 16 как на км за задние в принципе этого размера я считаю что вполне достаточно для того чтобы выполнять основные виды работы плюс к тому есть возможность расширение колеи стандартная колея у него 70 ровно габариты трактора то есть ширина трактора порядка там 80 85 сантиметров высота около метра длина 245 по моему два с половиной метра в общем приблизительно вот ну и диски позволяют расширять колею то есть вот эти втулки приварены не не по центру скажем так можно вот этот диск развернуть вместе со втулкой соответственно колья будет еще больше сколько не знаю не проверял есть место и гайки для крепления грузов ну вот штатных грузов мне к сожалению не досталось наверняка они в природе существуют что еще сравнение с тем же паскуалем где редуктора нет рулевого как такового здесь уже установлен рулевой редуктор полноценный в отдельном корпусе что хорошо можно поставить случае поломки потом сюда любой с газона еще откуда-нибудь но я не слышал чтобы они как-то ломались сушка и тяга на раму перелома на ходу трактор улице достаточно легко по крайней мере вот гору не просится как в чехе скажем так еще одна особенность узла перелома то что пушка так называемая вот эту вот ось качалки она находится на передней полураме вот у чеха и у паскуаля на задней полураме но сделана она такая очень мощная я сомневаюсь что какие-то проблемы когда-то с ним могут возникнуть ну вот по крайней мере здесь не возникает так едем дальше фары кстати фара даже итальянский стоят внешний вид такой очень интересный борзый у трактора ну и под капотом что под капотом у нас советская проводка я уже о ней помянул которые в общем ну все наверное кто советском союзе родился или общался советская техника с незнакомых которые вырезать и выкинуть в общем-то ну здесь в принципе она работает несмотря на внешний вид вот работают фары работают габариты трактор заводится вот вчера поменял выключатель массы поставил два китайских оба не рабочие вернул вернее поставил нашел у себя загашник советский стоит аккумулятор 55 который его вполне себе бодро заводит вот ну и двигатель двигатель стандартный для такого типа тракторов паскуале гальдоне и прочих там это lda 100 100 означает у него диаметр поршня вот в этом двигатель 18 лошадиных сил точно такой же стоял у меня на паскуале но так как трактор паскуале очень древний он заводился с веревки вот и мне было на тот момент проще поменять двигатель чем поменять чем приделать на него стартер на вот такой вот этот уже с веревки не заводится он стартерный он стоит старте ручка обычно не редукторный по мощности вполне хватает его разгонять стоит декомпрессор тоже для дизеля очень такой важный параметр и стоит уже с завода нша приводом от двигателя нша 16 болгарского производства в принципе тут есть шайба с подшипником единственное что меня смущает это одноручьевый ремешок может быть стоило бы сюда что-то посерьезнее но вообще как правило судя по отзывам хватает вот двигатель чистый итальянский в принципе как и трансмиссии как и как и все здесь только руки грузинские я так понял были вот и еще кстати вот кто не знает у кого есть такие двигателя вот это насос подкачки при завод не надо пренебрегать им вот так вот надо по нажимать чтобы его подкачать то есть дать давление на тнвд движок простой как утюг из прав но это такой же как всем известный нам 3 ld 510 только большего скажем так объема а так тоже чугуняка те же четыре такта в отличие от чеха который простой не убиваемые ну утюг что он может сломаться если все в нем сделано просто и крепко я так думаю что ничего вот поэтому вот если сравнивать с чехом у чеха две проблемы насколько вот я с ними знаком это двигатель и это узел перелома и здесь узел перелома отличный двигатель отличный во всем остальном скажем так чеху он не уступает так агро просвет ну порядка 30 35 сантиметров наверное я так думаю что но по отзывам люди окучивают картошку принципе проблем не испытывают если я на своем вот при моих там 25 сантиметрах окучивает то я думаю что и здесь вполне это все можно вот что еще вам интересного сказать задняя навеска в отличие от моего интересного конструктива здесь все обычно то есть обычные два рычага на шарнирах яблоки здесь яблоки там вот вот интересная во первых вот такая вещь то есть крепление прицепа идет на корпус не не на навеске какие-то брусы там с шарами надо придумывать конкретно просто на корпус причем не мешает при этом навеска свободно мешает чего-то еще там вешать то есть на допустим на тракторе на фэн-шуй на китайском там надо чтобы на навеску повесить что-то надо вот это вот кронштейн снять здесь ничего не надо снимать он висит постоянно никому не мешает вот что еще ну бортовые отсутствует потому как итальянские трактора разрабатывались для склонов для работы на виноградниках теплицах поэтому бортовые ну не нужны были в таких условиях нам нужно было заниженный центр тяжести вот валы отбора мощности нижний вал вверху тоже на некоторых моделях бывает вал который такой же как и нижний только крутится в обратную сторону этот вал вот здесь на этом экземпляре стоит заглушка этого вала нет а вообще он на многих есть и он служит для подсоединения через кардан телеги с ведущими колесами то есть такая вот как бы опция есть вот вон насколько я знаю 540 оборотов вот плюс у вот этого трактора конкретного вот это есть еще интересная деталь не знаю видно вам или нет но вот там торчит еще один вон вот то есть этот трактор вот видно этот трактор с передним валом отбором мощности вот чего кстати очень сильно хватает чеху и японцам поэтому они всегда завидуют к нз ником что можно наперед и роторную косилку и снега ротор и не пятится раком как это обычно делается на чех на японцы так ну заводится вот сейчас около 0 где-то у меня честно говоря уже начали руки подмерзать поэтому скоро репортаж буду заканчивать вот заводится он в ноль вполне себе спокойно я вам это покажу так одной рукой декомпрессор я не смогу отключить поэтому сейчас на декомпрессоре погоняю движок холодный я его до этого не заводил чтобы понимать даже без декомпрессора еще одна есть интересная особенность на этом движке вот такая вот пробка а там вот такое отверстие и вот это отверстие выходит прямиком под впускной клапан то есть если чего-то капнуть в это отверстие она попадает прямым ходом в камеру с горами и чего это нужно когда заводите зимой а компрессия может быть уже в движке так малость подношены да и когда не подношеная тоже можно туда капнуть каплю капельку масла и за счет него задается компрессии смазывается цпг чтобы не было каких-то там холодных сухих ударов и гораздо лучше трактор заводится поэтому в зимнее время вот этим можно пользоваться на своем когда стоял такой движок но там заводить приходилось веревки я нашел еще интересный способ я туда капал не масло а в дэшку в дэшка во первых она повышает компрессию во вторых облегчает ход поршней колец но поршневой группы и в общем заводился дэшки но она еще и воспламеняется лучше чем масло использовать какие-то эфиры на этих движках да и как на любых других дизельных двигателях особенно минуса я бы вам не советую по крайней мере в мини тракторе я понимаю фура грузовик там где 12 горшков в общем там может быть и пофиг а здесь я бы не советую ну вот есть очень интересная альтернатива такой механизм придумали итальянцы что еще интересно но поездить я думаю в следующий раз потому как я говорю сейчас уже что-то так я подзамерз вот а так но поверьте на слово и за счет заниженного центра тяжести кстати вес у него сопоставимый с чехом он где-то порядка там девятьсот пятидесяти килограмм весит вот но центр тяжести значительно ниже поэтому этот трактор легко вот у меня оврах там перед домом я легко съехал в этот оврах легко выполз оттуда за счет малых оборотов двигателя и кучи пониженных передач и в общем-то забуксовать где-то на нем тоже я считаю это надо умудриться еще поэтому вот по ходовым качествам трактор очень интересно очень удобно ну и наверное все наверное больше ничего рассказывать не буду покажу вам напоследок общий вид и попрощаюсь с вами всего вам доброго будет что интересное буду выкладывать а нет еще не попрощаюсь хотел показать гальдоневскую тележку тележка очень интересная тем что у нее во первых нет оси это от мотоблока в гальдоне не знаю как что применялось с тракторами и чем еще она интересна все борта но первых они достаточно таки мощные как у газели все борта съемные то есть вот на данный момент вот практически платформа борта все легко снимаются и еще одно из преимуществ этой тележки по ширине не знаю как вот отсюда будет видно ширина этой телеги не больше ширины трактора то есть в калитку заехать с ней не проблем ну и при желании тут вот дышло крепится к передней раме а если закрепить туда вот поглубже при желании можно сделать из нее весь массово ну на этом наверное все прощаюсь всем добром